Прощение грехов Чистота сердечная – это как раз синоним очищения человека от грехов. Вся жизнь человека посвящена, должна быть в борьбе с грехом. Поэтому, если он освободился от греха, тогда он становится чистым сердцем и может надеяться на спасение. Что будет, если человек верит в Бога, но не имеет воли перестать грешить и не способен покаяться в своих грехах? Он не наследует жизнь вечную, хотя и верит в Бога. Часто люди говорят о том, что они верят в Бога, но в реальной жизни они ничего не предпринимают для того, чтобы освободиться от греха. Чтобы человек приобрел волю не грешить, действительно он должен жить по законам церковным. Церковные законы – это тот устав, по которому живет каждый православный человек. Это участие в таинствах. «Господь сказал, создам церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Это означает, что церковь, созданная им, будет существовать до скончания века. Именно в церкви будет совершаться спасение, то есть там, где совершается таинство. Если человек не может справиться с грехом, здесь нужно еще иметь один очень важный аспект. Есть грех, есть страсть. Страсть – это укоренившийся грех, который давлеет над человеком, который владеет человеком. Страсть – это как раз то, чему человек подчинен как раб. Поэтому каждый святой человек, прежде всего, идя к святости, он освобождался от страстей. А вот от грехов святой апостол Иоанн Богослов говорит, нет человека, который бы не согрешил. Значит, вопрос встречный. Что? Каждый человек грешен, и каждый человек грешит, в том числе и святой. Здесь есть очень хороший пример. Давайте представим две комнаты. В одной идеальный порядок. Все вещи лежат в идеальном порядке. Пыль протерта, мусора никакого нет. Это образ души святого человека. Вторая комната, полный хаос, мусор, пыль не вытиралась уже очень долгое время. Это образ души человека, погрязшего в грехе, в страстях. Вопрос. Может ли в той первой комнате, где идеальный порядок, появится пыль? Она обязательно появится. Это законы. Так вот, эта пыль есть грехи святого человека. Мы их совершенно не видим, мы их не считаем грехом. А святой человек, малейшее, вот соринку, появившуюся в этой чистой комнате, он считает величайшим падением. Он считает предательством Бога. Вот в чем принципиально отличается человек святой и человек погрязший в грехах. Что будет, если человек любит всех людей планеты Земля? Но тоже не имеет воли перестать грешить и не способен покаяться в своих грехах. Он не наследует жизнь вечную, хотя и любит других людей. Здесь, в этом вопросе, немножко есть нарушение неких законов духовной жизни. Если человек не способен покаяться, он никогда не сможет любить всех людей. Святой апостол Иоанн Богослов сказал, Бог есть любовь. Любовь – это состояние души человека. Это не то, что называется в современном мире некая привязанность двух людей, или даже очень хорошие чувства, материнские чувства, чувства любви родителей к своим детям, любовь детей к своим родителям, к какому-то ближним. Но если, вот как вопрос поставлен, что человек погряз в грехах и не может покаяться, он никогда не сможет любить всех людей. Это ложная установка. Чем больше человек освобождается от греха, чем больше он побеждает своей душе грех, тем он больше начинает любить всех остальных. Если даже человек говорит, что он любит всех людей, это ложная установка. Это опыт святых отцов, об этом говорит. Необходимы ли другие таинства, такие как крещение Евхаристии, помимо таинства исповеди для достижения святости? Дело в том, что таинство крещения – это первое таинство, благодаря которому человек становится членом церкви. И вот только когда он стал членом церкви, вот тогда он может участвовать в остальных таинствах, таинство исповеди. И самое главное таинство – это причащение. Довольно распространенная практика, когда соединяют таинство причащения и исповеди. И она понятна, потому что к причащению человек должен подходить с очищенной душой, с чистым сердцем. А очиститься от греха он может в таинстве исповеди, в таинстве покаяния. Поэтому и очень часто это соединяется, хотя это два разных таинства. «Нужны ли вера и разум одновременно?» И вера, и разум – это дар Божий. Поэтому человек получает эти дары, и он может и должен использовать и веру, и разум. Указывать у человека свои дарования, свои таланты, то, что ему открыто по воле Божьей. И то, что ему дано, он действительно должен все использовать на благо своего спасения и на благо ближних. У ветхозаветных патриархов, некрещенных детей и туземцев в океане тоже есть надежда, что после смерти они попадут к Богу. Да, это вопрос, что они попадут к Богу. Действительно, когда я уже сказал в предыдущем своем ответе, что человек становится членом церкви после крещения, а как бы с теми людьми, которые, правильно здесь стоит вопрос, живут в океане, еще где-то, они не имеют крещения, возвращаясь к предыдущему, Бог есть любовь. Он не может относиться к людям вот так формально. Любовью Бог покрывает все, но при этом у человека есть голос совести, заложенный самим Богом. Если он живет по этому голосу совести, тогда, естественно, Бог его будет судить согласно этого голоса совести. Если он нарушал этот голос совести, он будет наказан. Если он исполнял голос совести, тогда и все будет хорошо. Один святой однажды сказал, чтение сделало многих людей святыми. Что вы рекомендуете прочесть, чтобы вы рекомендовали прочесть? И надо ли также молиться? Я с концовки начну. Молитва – это очень важная сторона жизни верующего человека. Каждый человек обязан всегда молиться. Молитва – это дар Божий. И нужно молиться о том, чтобы была молитва искренняя, нерассеянная. Святые отцы доходили до такого состояния, когда они пребывали в молитве постоянно. Вплоть до того, что они ложились спать, а ум их постоянно пребывал в молитве. Это уже такая очень высокая степень совершенства в духовной жизни. Для нас составлены молитвы – утренние, вечерние, богослужения. Есть определенный чин. Но вот если мы посмотрим, что очень часто молитва называется – это молитва святителя Иоанна Златоуста, это молитва святителя Василия Великого, это молитва преподобного Макария Великого и так далее. Это что означает? Это означает, что они молились этой молитвой. Она у них исходила из сердца. И церковь приняла то, что эти молитвы очень полезны для всех людей. Поэтому они используются. И вот это вот некая такая помощь для того, что мы не можем подчас как-то сосредоточиться и организоваться. Поэтому мы используем именно молитвы, составленные святыми отцами. Но и не возбраняется просто своими словами молиться. Это очень даже важно. Бывает так, что заученные молитвы проходят очень формально, а вот такая своя молитва, которая исходит из глубины сердца, она бывает более действенной, она искреннее. А то, что касается чтения, Бог даровал человеку возможность читать. То есть познавать и окружающий мир через чтение. Поэтому вот тот дар, который дан, его нужно обязательно использовать. Тем более огромный потенциал за 2000 лет христианства, потенциал написанных книг, это писали сами святые отцы, писали их ученики, записывая слова, потому что не все святые оставили какие-то после себя книги, писания. Многое, что они просто говорили, или просто даже их ученики видели их подвиг, они записали. Поэтому это очень важно, как раз читать святоотеческую литературу для того, чтобы самим назидаться. Вопрос, что читать? Это вопрос всегда стоит. Потому что каждый человек стоит на своем духовном уровне. Но если человек делает в церкви, в религии первые шаги, не нужно брать очень высокой богословской литературы. Вот в общем так я скажу. Не нужно брать каких-то трактатов богословов. Лучше брать очень простую святоотеческую литературу. Знаете, так называет букварь духовной жизни Ава Дорофей. Ава Дорофей. Читая такие подобного рода книги, их можно назвать очень много, читая подобные книги, человек будет ощущать то, что ему близко и понятно к сердцу. Не нужно брать серьезную литературу. И если постепенно, вот уже ознакомившись с такой простой литературой, человек уже может дальше делать следующие шаги. Ну и конечно само Евангелие. И опять же, не нужно начинать читать Светхого Завета. Нужно читать Евангелие. В первую очередь. Сами Евангелие, послание. И потом уже постепенно переходить на Ветхий Завет, продолжая читать Евангелие. Евангелие должно быть центром всегда чтения. Можно читать и даже нужно читать Евангелие каждый день. И не обязательно много. Пусть это будет одна глава. Пусть это будет один абзац. Несколько строчек. Это очень важно. Для того, чтобы читать вдумчиво, стараясь понять. Что-то непонятно? Не смущаться этого. Толкований очень много. У тех же святых отцов. Найти, посмотреть толкование. И тогда уже по Евангелию и по трудам святых отцов строить свою жизнь. Продолжение следует...